Уголовного дела не будет. Наринмарский городской суд не поддержал иск Департамента здравоохранения главному врачу окружной больницы Андрею Дедову. Его обвиняют в порче медицинских препаратов. До последней капли в столице региона проверили автозаправочные станции. Причина – недолив топлива. Так обманывают ли местных водителей? Успеть срок на то, чтобы выдвинуть своих кандидатов на предстоящие выборы у политических партий осталось всего два дня. Кто уже прошел процедуру, а кто не торопится? Жеребьевка в режиме онлайн. В Наринмаре завтра распределят лицензии на добычу бурых медведей и лосей. Где посмотреть трансляцию? Экологический десант. Участники массовых субботников продолжают приводить в порядок столицу региона. На очереди новый поселок. Сколько собрали мусора и почему активисты пришли в шок от увиденного? Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирины Нижалова. Здравствуйте! Наринмарский городской суд в очередной раз отказал Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения в удовлетворении иска в отношении главного врача Нинистской окружной больницы Андрея Дедова. Ведомство настаивает на взыскании с него более 8 миллионов рублей за порчу иммунобиологических лекарственных препаратов вследствие обесточивания холодильного оборудования на складе больницы. Инцидент случился в ноябре 16-го года. Служители Фемиды считают, что вакцины пришли в негодность по вине другого человека, одного из сотрудников учреждения здравоохранения. Такого же мнения придерживаются и правоохранители, которые расследовали данные уголовное дело. Порча вакцин произошла из-за принудительного отключения неустановленным лицом автомата в силовом щите, расположенного на втором этаже лечебно-диагностического корпуса, в связи с чем произошло отключение холодильных установок, в которых хранились иммунобиологические лекарственные препараты. В официальном сообщении также говорится, что профильный департамент не смог предоставить суду прямые доказательства вины Андрея Дедова. Более 70% российских АЗС не доливают топливо в баки машин. К такому выводу пришли активисты Независимой федерации автомобилистов. Исследование показало, в среднем недобросовестные заправочные станции оставляют себе около 5% оплаченного водителем бензина. Таким образом, реальная стоимость того или иного топлива автоматически вырастает на несколько рублей за литр. А вот обманывают ли наринмарских автовладельцев, решил выяснить заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Вместе со съемочной группой он отправился в рейд по местным АЗС. Подробности прямо сейчас. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть специальные сертифицированные такие мерки для того, чтобы сделать контрольный замер топлива? Я депутат Государственной Думы фракции ЛДПР. Из Москвы приехал. Недавно, вы, наверное, слышали, провели контрольный замер. И вот мы хотели бы убедиться, что в наринмаре все в порядке. Мы надеемся, что серьезная топливная кампания. Здесь, конечно, такого быть не должно. Но на всякий случай, по просьбе наших граждан, мы решили на всякий случай тоже это сделать. Мерник для топлива есть, но вот выдать его сотрудник АЗС отказался. Мол, по инструкции запрещено покидать служебное помещение. Уговоры передать прибор через окно или дверь ни к чему не привели. Можно меня не снимать? Не снимать. А вас не снимают? Меня нельзя снимать. Хорошо, вас не снимают. После диалога с Ярославом Ниловым кассир демонстративно закрыл окно, завесил жалюзи и начал кому-то звонить. А через несколько минут снова попросил депутата представиться. Оказалось, что специализированного мерника на АЗС вовсе нет. Хотя 10 минут назад сотрудник компании убеждал нас в обратном. Вот на автозаправочную станцию приехал один из руководителей. И поинтересовавшись, чем здесь дело и кто здесь депутат Госдумы, он без проблем согласился предоставить мерник для топлива. Контрольная закупка показала, клиентов здесь не обманывают. Бензин заливают до последней капли. Госпориля стоит в нуль. Пределы допустимой прегрешности. Прегрешность минус 20-25. Скажите, пожалуйста, а у вас есть такая сертифицированная мерка, чтобы мы заправили машину, но были убеждены в том, что полный долив происходит? Мерник есть. Мерник есть. А можно мы заправим через него? О, сейчас, секунду. О, другое дело, спасибо. На следующий АЗС обошлось уже без звонков руководству. Специализированный мерник-кассир предоставила по первой же просьбе. Эксперимент не выявил нарушений. Топливо продают ЧЭС. Насколько купил, столько и заправил. Вот если смотреть по уровню... В принципе, да, ровно. Ровно, ровно 10. Здесь вопросов нет. Если были вопросы, нам так быстро бы не дали эту мерку, да? О том, что 76% российских АЗС не доливают бензин, стало известно на прошлой неделе. Узнав об этом, многие водители пришли в ярость, мол, цены на топливо в стране и так запредельны, а тут еще и на литрах экономят. Топливо растет постоянно. Если нас еще и таким образом обманывают, конечно, обидно. Сегодня стало известно, проблема недолива топлива на автозаправочных станциях займется Росстандарт. Недобросовестным продавцам могут грозить немалые штрафы, ведь мошенничество – уголовное преступление. Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Завершается процедура выдвижения кандидатов на выборы в собрание депутатов НАО. На сегодняшний день избирательной комиссии Ненецкого округа заверены списки кандидатов восьми политических объединений. Как сообщил председатель Окрсбиркома Георгий Попов, по состоянию на 9 июля партии представили документы на выдвижение 132 кандидатов по единому округу и 53 кандидата по одномандатным избирательным округам. Окончательные данные будут известны после завершения процедуры выдвижения 10 июля. Избирательная комиссия заверила списки кандидатов четырех парламентских партий КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и Единая Россия, а также партия Добрых дел, защита детей, женщин, свободу, природы и пенсионеров против насилия над животными, Коммунистическая партия Коммунисты России, партия Великое Отечество и Родина, которая представлена в собрании депутатов НАО. Партии, которые наиболее широко себя представили, ну это, я думаю, традиционно, как бы вот партия Единая Россия, у них в список 26 человек по единому округу и 8 кандидатов по одномандатным округам. КПРФ, ЛДПР, тоже они всегда представляют списки наиболее полные, по 15-16 человек по единому округу и закрывают все одномандатные избирательные округа. Партиям, которые не представлены в Государственной Думе или региональном парламенте Нинецкого округа, предстоит собрать подписи в свою поддержку. Что касается выборов в Архангельское областное собрание депутатов, то на сегодняшний день в избирком НАО о намерении выдвинуть кандидатов по избирательному округу номер один сообщили три политические партии – это «Справедливая Россия», «Родина» и «Единая Россия». 9 сентября 2018 года состоятся совмещенные выборы депутатов законодательных собраний Нинецкого округа и Архангельской области. Важная новость для местных охотников. Завтра во Дворце культуры Арктика состоится жеребьевка, по итогам которой распределят разрешение на добычу бурых медведей и лосей. Весь процесс будет транслироваться в сети интернет, сообщили в региональном департаменте природных ресурсов, экологии и АПК. Жеребьевку планируется провести в три этапа. В 9 утра распределят лицензии на добычу бурых медведей, в 9.35 на добычу лося в возрасте до 1 года, а в 10.40 распределят разрешение на добычу лося в возрасте уже старше 1 года. Всего в 2018 году в адрес профильного ведомства поступило более 300 заявок на отстрел того или иного животного. Напомню, охота на бурых медведей в Ненецком округе стартует 1 августа, она продлится до 30 ноября. Что касается сезона охоты на лося, то он начнется 1 октября, а закончится 31 декабря. К другим темам в столице региона продолжается череда массовых субботников. В минувшие выходные на генеральную уборку вышли госслужащие и сотрудники различных предприятий и учреждений. В порядок привели зеленую зону, расположенную в новом поселке. Объем работ после зимы оказался огромным. Активисты собрали не один десяток мешков с мусором. Впрочем, некоторые места загрязнены настолько, что пора вызвать тяжелую технику. В этом убедилась и наша съемочная группа. Убирать на это место, вдоль этой дороги, левая сторона. На право не уходим, да? На право не уходим, туда, к озеру. Все серьезно, враг-то там, да? На войну с врагом, то есть мусором, участники субботника вышли в белых перчатках и с большими полиэтиленовыми пакетами. Активисты говорят, борьбе с отходами, все средства хороши. Подобные субботники в столице региона традиционно проходят в начале летнего сезона. Задача привести в порядок не только улицы города, но и зеленую зону, излюбленное место отдыхающих. Многие горы мусора предпочитают вставлять прямо в лесу. Считают, что это норма. Бутылки, стекла, ржавые банки и даже строительные материалы. Все это почти на каждом шагу. На генеральную уборку Илья Чупров пришел не раздумывая. Считает, что в подобных акциях должен поучаствовать каждый. Ведь мусор просто так не исчезнет. Молодой человек признается, шокирован масштабами загрязнения. Для трехлетней Вари это первый в ее жизни массовый субботник. На акцию привел папа. Павел Окладников уверен, любовь к чистоте нужно прививать с раннего детства. Поэтому и территорию для уборки выбрали одну из самых больших. Во-первых, это не сколько общероссийская, сколько мировая проблема стала. То есть действительно мусора на земле стало много. Его надо убирать, его надо перерабатывать. Что в нашем регионе, мне кажется, это личное сознание опять же людей. То есть люди действительно стали понимать, что там, где они мусорят, в следующий год они могут сюда же приехать. Здесь же посещение обстоятельств отдыхать. И, наверное, уже не хочется отдыхать именно в грязном месте. Поэтому убрать за собой, где-то убрать за другими, показать им тем самым пример. На некоторых участках отходов оказалось так много, что без тяжелой техники навряд ли справятся. Габаритный мусор – последствия стройки. Вместо того, чтобы вывезти хлам, рабочие скидали его ближе к деревьям. Мы в шоке от дома, который строится рядом. Не знаю, на что-то, наверное, рассчитывают. То есть думаете, все-таки это хозяева здесь? Нет, ну, наверное, их одних-то нельзя обвинять. Наверное, это совместный труд всех нас. Потому что мы уже пытаемся проверить по шиферу, по стройматериалам. Не только из этого дома. Вы вспомните субботники, подсвященные там днём рождения Ленина. Нет, мне кажется, ответственность была у жителей, наверное, даже побольше, чем сейчас. Я просто думаю, что вот, наверное, такого бы, наверное, раньше не допустили бы. За несколько часов участники акции собрали более 30 больших пакетов с мусором. Подобные масштабные субботники в Наринмаре продолжатся и дальше. Принять в них участие может абсолютно каждый. Олег Котанзейский, Антон Водряков, Телеканал Север. В Ненецком округе в минувшее воскресенье медалями за любовь и верность наградили самые крепкие супружеские пары. Также в этот день владыка Иаков провёл службу у монумента русских православных святых Петра и Февронии. Скульптура святых Петра и Февронии Муромских – символ семьи, любви и верности. В посёлке Искатели этот памятник появился в 2016 году. Епископ Наринмарской мизинской епархии Иаков в минувшее воскресенье провёл службу около монумента. Дай Бог, возбужденное место не хватило здесь, но на самом деле свободное святейство, семейное святение, любовь, вера, приумножалось, как божественный дар, созидающий и охраняющий наше великое, славное Отечество. Сразу после службы владыка Иаков и уполномоченный по правам ребёнка в Ненецком округе Римма Галушина навестили многодетную семью Поповых. В их семье воспитывается семеро детей, пятеро из которых приемные. К сожалению, в нашем обществе еще не искоренено такое понятие, как социальное сиротство. Я хочу выразить искреннюю признательность тем родителям, которые берут на воспитание в своей семье приемных детей. И вот сегодня мы планируем с Владыкой Яковым посетить одну из таких приемных семей, которая воспитывает пятерых приемных детей, потому что это очень важно. Все мы прекрасно понимаем, что именно в семейном кругу ребенок может получить достойное развитие и духовное воспитание. Семья Поповых будет представлять наш округ на Всероссийском форуме приемных семей. Он пройдет осенью. В прошлом году с наградой с этого форума вернулась многодетная приемная семья Талеевых. Также в День семьи, любви и верности прошла торжественная церемония вручения наград самым крепким семьям Наринмара. Медали за любовь и верность получили 16 образцовых семейных пар. Всего в 2018 году общественную награду получат 68 супружеских пар Нинецкого округа. Илья Сахаров, Александр Бабрякович, Леонид Шишелов, Телеканал Север. И в завершение выпуска о главном спортивном празднике. Матч между Россией и Хорватией уже называют самым драматичным на чемпионате мира. Напомню, накануне в четвертьфинале наши футболисты проиграли в серии пенальти. Поражение равносильное победе. Так говорят те, кто видел игру. А видела ее, пожалуй, вся страна. Прямую трансляцию матча на большом экране можно было посмотреть и в Наринмаре. Поддержать нашу сборную на площадь Мороцей пришли десятки, а то и сотни болельщиков. Как это было, расскажем в следующем материале. Поклонницы Дзюбы и Головина. Оказалось, ярые фанатки российских футболистов есть и в Наринмаре. Вообще, глядя на погоду, не верилось, что на Мороцей хоть кто-нибудь придет. Но ближе к девяти народ стал подтягиваться, и к началу матча площадь заметно оживилась. Первые полчаса наринмарские болельщики напряженно следят за ходом матча. В отличие от поединка с испанцами, подопечные Станислава Черчесова неплохо прессингуют соперника и регулярно выбегают в контратаке. И как только футболисты нашей сборной подходят к чужой штрафной, наринмарские фанаты требуют гол. И вот на 31-й минуте матча Денису Черышеву удается отправить матч в хорватские ворота. И первый гол российской сборной заставил взорваться наринмарскую фан-зону. Надеемся, что это только первый гол сегодня. Это ведь такой праздник, что если мы попадем в полуфинал, это же уже полуфинал тут где-то на горизонте. Ура, вперед! Команда преобразилась. Станислав Саламович действительно настроил наших. И мы видим, что наша команда вышла в одну четвертую и играет за выход в четыре лучших команды. Со счетом 1-0 увереннее почувствовали себя не только футболисты сборной, но и болельщики. Кричать стали гораздо громче, а показывать эмоции уже никто не стеснялся. Правда, всеобщее ликование длилось недолго. На 39-й минуте хорваты сравнивают счет. Что-то пропустили. Да, нас обидели пока хорваты. Мы благодарим судью, который сегодня очень хорошо судит, не как все. Обычно нас засуживают. Это было очень видно с Уругваем. Несмотря ни на что, толпа болельщиков продолжает активно поддерживать свою сборную. Все стоят в напряжении. И в основное время, и в уже дополнительные 30 минут. Но никто и не думает расходиться. Ой, ну мы надеемся, что наши забьют. Скорее до пенальти дойдет. Будем стоять сам. Просто до самого конца. Потому что Россия играет. Помимо горожан, которые болели на организованной фан-зоне, за ходом игры также следили и малочисленные народы Севера. Чтобы увидеть этот матч, кочевники собрались в одном из ближайших городу Чумов. Я вот тут сижу, не знаю, вот, ну как помочь им, ребятам-то. Вот и все вот эти эмоции внутри сидят, вот кипит. Вот быстрее, быстрее. Надо побеждать. Россия, вперед! Второй хорватский гол воспринимается поклонниками футбола, конечно, негативно. Но что происходит с фанатами, когда забивают наши, это надо видеть. На ринмарце не перестают скандировать Россия до самой серии пенальти. А когда на экране появляется Игорь Кенфеев, то девчонки начинают визжать еще громче, лишь бы поддержать российского галкипера. Завершающий период ов, как пощекотал нервы болельщикам. Кто-то даже не мог смотреть на происходящее. Он давит своей уверенностью. Посмотрите. Стоит, стоит, стоит. В серии пенальти хорватам удалось забить четыре мяча, тогда как россияне сумели реализовать лишь три. В итоге сборная Хорватии отправляется в полуфинал. А команда Черчесова покидает чемпионат мира с высоко поднятой головой и с всеобщим признанием своих соотечественников. Жалко. Жалко. Они в этот раз очень хорошо играли. Молодцы. Они все равно молодцы. Они это сделали. И обидно проиграть в такой серии, когда дополнительное время сравнять счет. Мне кажется, достойная игра. Молодцы. Первый раз. Господи, сколько лет они там. Не важно. Не важно. Не важно. Они очень. Они просто супер. Мы их все запомнили. Мы их все знаем. Мы их любим. Несмотря на то, что они проиграли. Они молодцы. И такого чемпионата, как в России, мне кажется, никогда нигде не было. Весь мир с нами был. Весь мир. Это круто. Это здорово. Надежда Качегова, Сергей Качегов. Вести. Запалерье.